Прелести шинковистых волос. Вот 15 минут и кудрей больше нет. Сегодня черная пятница и я приехала делать свои маленькие обзорчики и покупочки. Почему только 40%? Где мои обещанные 70%? А вот и хаос. А вот это он сидит на кассу. Но больше женской зары я обожаю. Мужскую зару. И первым под разбор попадает мини-сай. Невашная невашность за всего до 30 солей. Надя, ну незаконная незаконность. Боже, какая прелесть. Идеальный подарок. Для одноразовой кружки можно с собой взять кофе. О, боже, там еще как будто водичка есть. Классно. 17,90. Есть в голубом и в желтом цвете. А еще есть такие вот маленькие кружечки, но они очень тяжеленькие. Идеальный подарок. Если вот еще взять вот этого вот медведя, все. Мой праздник был удался. Мы сажаем друг для друга. А еще мне можно греть ручки. За 54,90. Вот еще нашла наподобие. Мои кружечки. И... Микки Маус. Кружка с крышкой. Можно и дома, можно и на улице. Пинь, пинь. Какая мелочность. Пум. Опа. Окей. Я бы посоветовала взять еще что-то наподобие вот таких вот огонечков. Они придут как раз в новогоднее настроение и будут использоваться, а не лежать нормальным грузом. В общем, в моих фаворитах вот именно этот стакан, поскольку практично, удобно. В этом къезда нам тоже скидочки. Идеальным подарком будет книга. Это даже без обложки. Валерий Меладзе. Это ли это? Все тут красивенькое. Также идеальным подарком могут быть косметические средства. И самые мои любимые подарки. Это интерьерные. Люблю этот магазин. Ну, прелесть же. Мне очень понравились вот эти интерьерные птички. Мой совет, пожалуйста, не покупайте вот такие вот подложки под виду. Они стоят вот недорого, но выглядят очень дешево. Выбивает весь бут и интерьер. Красивые подсвечники. Вот эта милашность. Вот это берите. Блин, так классно. Для печенек, для кексиков. А еще пряничек. Еще можно сделать костюмированную вечеринку. Современненький вариант вместо игрушек. Вот такие классные гирлянды. Можно даже просто на стену или на елку. Мне понравилось. А, она еще ножками дергает. Вот я буду думать по поводу вот этого тукана. Он мне очень понравился. Я бы даже домой себе забрала. В Россию. Будет напоминать мне. О жарком Перу. И мне безумно понравился в прошлый раз вот этот кот. Я бы его забрала. Ну, это тигр, не знаю. А тут еще видела оленя. И вот теперь тоже его хочу. А вот это можно на постоянку использовать. На каждый день. А это по праздникам. Очень красиво. Какие классные. Какая неважность. А еще вот это очень классно. Необычно и празднично. Это уже слишком банально. Но вот это прям рекомендую. Еще нашла одну бесполезную штуку. Но прикольно. Вполне может быть как в подарок. Идеальная елочка. Я все-таки купила вот этот классный подсвечник. Милашный. Какая прекрасная елочка. Милашный. Милашный. Какая прекрасная елочка. Эти собачки стекло. Не пластмасса. Не пластмасса. О, красоту я нашла. Такие тяжеленькие. Очень красивые. Смотрятся очень дорого. Благородно. Ну вот подобного формата уже не актуальненько. Из России с любовью. На скидонах. Солоницы, наверное. Что это? Были до этого 45. И сейчас. Вот я бы взяла вот этих тигров. Но они почему-то без скидки. Очень жалко. Может быть где-нибудь нет. Если бы отсюда нашла вот такие пластные носочки. Можно мне этого медведя упаковать? Пожалуйста. Вы здравствуйте. Вот это просто моя мечта. Милашные. Вот такие сувенирки, украшалки. Я не понимаю, к сожалению. Может быть, это эстетично. Но я бы себе такого не купила. Долгосрочное вложение. Очень красиво. Дорого-богато. Нет, вот этот мне больше понравился. Или все-таки Микки Мауса взять? Идеальная елка с Микки Маусами. Вот-вот это просто разрыв сердечка. Десяти рублей за такой шар. Блин. Божечки. Какая прелесть. Легкий. Я думала, это стекло. Вот этот тоже неплохой. Классный, кстати. Всего-то 400 рубликов. Или вот этот. Что это такое? Что это такое? Стенд с игрушками Pixar. Классно. Это очень миловидно, вполне можно взять. Почему-то, когда я вижу эти игрушки, я представляю, как толпа народу шьет это где-то в подполье, в нечеловеческих условиях. Вот я уже вижу свою цель, и я к ней иду. Я не знаю почему, но я хотела вот себе вот такой вот шарик. Но он так выполнен некачественно, я сейчас вот разочаровалась, я думаю, за 400 рублей брать такой шарик как-то не очень. Хотя красивый, очень даже милый. Но вот эти стыки. Какая прелесть! А еще есть мини, без носа. Вот это будет красиво смотреться на елке. И вот этот, такой тяжеленький. Вот мой внутренний ребенок очень кайфует от таких вот игрушек. Я бы что-то взяла, но если будете брать, обязательно проверяйте качество. Оно тут страдает. Тоже очень мило, но все поцарапанное. Вот это кайф! Я сейчас расстроилась, потому что я не могу себе купить такие дорогие игрушки. Подарите мне кто-нибудь ее. Вот Микки Мауша и Лимми. Вот это кайф! Тут еще можно вкладывать какие-нибудь подарочки. Ребят, вот это идеальный подарок для детей. Есть вот еще с печенькой. Интересно, сколько он стоит. Вот это некачественная елка стоит 50 солей. И она парафиновая. Лучше заказать мои солевые и наслаждаться натуральным продуктом. 25 минут я выбирала игрушки. Я выбрала вот это. Хотя я до сих пор хочу мини-мисти. Ладно, вернемся к декору. А еще под столом я нашла вот эти классные кружки. Кстати, неплохие. По хорошей невкусной цене. Чем плохие распродажи этими очередями. И еще один заход. И еще один заход. Вот вроде бы не ок, но прикольно. Так, это тоже миленько. По сравнению с Фалабеллой здесь немножко скучновато. Мне даже не хочется ничего разглядывать. Но вот интересные лампочки. Ценкарда пока не вижу. Вот эти неплохие. А стоимости нет. Маленькая радость. Даже на другом конце мира всегда найдется сенамон. Ну открывайся. Какая милашка. Какая милашка. Еще птички есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok А ночью уже смотрится елка роскошнее Ох, еще и красная подсветочка Здравствуйте Это был очень долгий день Хорошо, что он закончился Вот торговые центры это очень хорошо Но один минус, они очень далеко от дома И сейчас опять ехать Сейчас, а я уже устала Все, я вернулась домой А еще в честь нового года я хочу разыграть маленький русский подарок Вы сможете выиграть по результатам розыгрыша Футболочка с президентом, которая была очень популярна Я получила еще один комментарий, мне кажется По поводу этой футболки Кепочка Свечка Моей ручной работы Блокнот Открыточка И конфетки От Красной Октябрь Как именно будет проходить конкурс Вы можете прочитать Ставлю ссылку в описании к этому видео Поэтому проходите Читайте Участвуйте Будет у вас маленький подарок К Новому году From Russia Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому